Тестирование и оптимизация робота рекомендуется проводить за последние 3-5 лет как минимум, потому что за этот промежуток времени можно посмотреть всю динамику, действительно довольно-таки хороший диапазон динамику торговли роботом. Таким образом мы определяем потенциал нашего робота. При тестировании и оптимизации робота мы должны увеличить наш спред в настройках тестера стратегии. В дальнейшем мы это увидим. Это связано с тем, что как раз мы будем обходить ту ситуацию, что спред у нас расширяется на реальном рынке и присутствует у нас проскальзывание на реальном рынке, если какие-то сильные движения, конечно. Поэтому рекомендую завышать спред искусственно при тестировании либо оптимизации робота, тем самым, чтобы достичь максимально приближенных результатов к реальному рынку. Рекомендуется также использовать депозит, которым вы будете оперировать в будущем. То есть у каждой используют депозит, исходя из вашего финансового состояния. Кому-то комфортно торговать с 5000 долларов, кому-то с 1000 долларов. То есть данный депозит нужно указывать в настройках, которые мы также впереди посмотрим далее, где это указывать. И нужно тестировать именно от данного депозита. Также хотелось бы отметить, что каждые настройки робота подбираются под каждый инструмент, под каждую валютную пару в отдельности. То есть по большому счету каждая валютная пара имеет свою волатильность, свою динамику движения цены, свой характер. И настройки не могут быть универсальны. Зачастую 90% роботов должны иметь разные настройки под каждый инструмент в отдельности. И, конечно, смотрите, чтобы на вашей истории были наличия гэпов. То есть рекомендуется все-таки проводить тесты и торговать метод трейдера 4 компания Markets. Во-первых, у вас будут и минимальные спреды, у вас будут минимальные проскальзывания на каких-то новостях. В принципе, на спокойном рынке проскальзывания будут отсутствовать. И на истории у вас будут, конечно, находиться гэпы. Будут гэпы. То есть это максимально приближенные условия к реальному рынку. Итак, первое, что нам нужно сейчас сделать после установки, нам нужно загрузить архив котировок. Так как в стандартном метод трейдере 4 у нас есть какая-то уже история котировок, она содержит историю за последний год, в среднем за последний год. Нам нужно как минимум 3-5 лет для того, чтобы нам максимально протестировать и оптимизировать нашего робота. Переходим в раздел «Сервис», «Архив котировок». Дальше нам предлагается выбрать инструмент, который мы будем использовать. Я предлагаю использовать самую популярную пару евро-доллар. И она находится в разделе «Мажорс», «Евро», «Доллар». Два раза кликаем левой кнопкой мыши. Два раза кликаем по одноминутному разделу. То есть здесь у нас идут разделы котировок. Нам нужно загрузить буквально с первой минуты, с тайфрейма 1 минута, все котировки. Кликаем два раза левой кнопкой мыши и кликаем «Загрузить». Нажимаем «Ок». У вас это займет некоторое время. Так как я ранее уже производил загрузку архива котировок, у меня это будет в разы быстрее. После того, как мы загрузили архив котировок, нам нужно перейти в раздел «Тестирование нашего робота». Это вид «Тестер стратегии». Что из себя представляет «Тестер стратегии»? По большому счету мы выбираем какую-то определенного робота, выбираем инструмент, на котором будем проводить тестирование, выбираем диапазон времени, за какой диапазон будем проводить тестирование. Напомню, что лучше выбирать 3-5 лет для теста, чтобы наши результаты были максимально точными, чтобы мы увидели потенциал нашего робота. И на основе исторических данных происходит моделирование цены, то есть то же самое, как в реальном времени, только на исторических данных. И происходит открытие-закрытие позиций по алгоритму вашего робота. Тем самым по окончанию тестирования мы сможем увидеть наши результаты. Давайте начнем. Разверну окно, чтобы было побольше видно, да, получше. Первое, что нам предлагается выбрать, это тестирование советника или индикатора. То есть можно тестировать как советники, так и индикаторы. Выбираем, в нашем случае это советник. Далее предлагается выбрать «Настрадамус». Выбирается выбрать именно нашего советника, которого мы будем тестировать. У меня вот здесь около, получается, 5 советников. Выбираем нашего «Настрадамуса», которого мы ранее скачали. Далее предлагается выбрать валютную пару, либо какой-то иной финансовый инструмент. Выбираем евро-доллар, самую популярную валютную пару. Далее предлагается выбрать модель, моделирование цены, движения цены. То есть что это значит? Так как у нас будет моделирование прошлого, да, прошлых котировок, движения, именно движения цены, то здесь предлагается выбрать модель. Первая модель – это все тики. Это наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов. Что это значит? То есть у вас будет моделироваться вплоть до каждого тика, которые были ранее на истории. То есть каждый тик будет моделироваться, каждый таймфрейм будет отрисовываться. Далее. Контрольные точки. Это наиболее грубый метод, но он является наиболее быстрее для тестов, нежели первый метод, который мы разобрали. Что здесь происходит? Здесь происходит моделирование не каждого тика, а по предыдущему таймфрейму, по локальным минимумам и максимумам предыдущего таймфрейма. То есть именно идут локальные точки меньшего таймфрейма. И, пожалуй, наверное, самый неточный метод моделирования движения цены – это по ценам открытия. То есть данный метод стоит выбирать только в том случае, если в вашей торговой стратегии, в вашем торговом роботе, не участвует именно логика формирования бара. Вам интересны лишь точки открытия и закрытия цен. То есть только в таком случае можно выбирать данный метод. Он нам определенно не подходит. На начальном этапе рекомендую использовать первый метод «Все тики». Наиболее точный и точно не ошибетесь при выборе данного метода. Далее нам предлагается выбрать период. На каком периоде мы будем тестировать нашего робота. Так как автор рекомендует использовать таймфрейм H1, выбираем таймфрейм H1. Далее рекомендуется выбрать спред. Как мы ранее говорили, так как у нас спред идет фиксированный при тестировании на историческом данных. А в реальном рынке спред может расширяться, могут быть проскальзывания. То рекомендуется искусственно завышать спред в тестере стратегий. Мы можем даже посчитать, насколько его можно завысить. Если мы возьмем самый результативный тип счета ECN, компания Амаркетс. У которого спред по евро-доллару составляет в среднем 0,3-0,5 пункта. То мы понимаем, что расширение доступно не более чем 1 пункт. То есть даже 1 пункт я считаю это достаточно серьезное расширение. Это мы сейчас говорим про евро-доллар. Пару евро-доллар. Мы закладываем в этот спред в тестере стратегии как раз таки данное расширение. Чтобы как раз, если в случае, что ранее на данном участке тестирования был расширенный спред, он войдет в этот диапазон. Также это касается проскальзываний. То есть мы берем, учитываем, что какие-то проскальзывания возможны. И также закладываем в этот же спред. Рекомендую выставить в районе. Здесь указывается по пятизнаку. То есть в районе от 20 до 40 возможно. То есть возьмем в принципе 20 пунктов по пятизнаку. То есть по четырех знаку это будет 2 пункта. Да, то есть в принципе эти торговые условия, такие условия будут для тестера стратегии максимально приближены к реальной торговле. Вот поэтому выставляем 20 пунктов по пятизнаку. Далее. Далее предлагается выбрать дату тестирования нашего робота. Мы сейчас выберем, мы будем на самом деле сейчас проводить тестирование и оптимизацию не за 3-5 лет, потому что это занимает некоторое время. А возьмем буквально последние месяцы. Мы возьмем тестирование с 1 марта по 1 апреля. Сейчас скажу почему не до 1 мая, точнее позже скажу. И посмотрим результаты нашего теста. Ставим галочку использовать дату. Далее. Галочка визуализации. Данные возможности позволяют видеть именно движение цены. То есть как формируется в каждый момент времени цена, каждый бар. Вот ставим визуализацию галочку. И у нас есть ползунок такой. Это скорость нашего моделирования движения цены. То есть мы можем контролировать скорость, с какой скоростью будет формироваться у нас бар. Но в дальнейшем это все увидим. Также есть возможность пропустить до какой-то конкретной даты. То есть нажав на кнопочку пропустить до данной даты, визуализация прекращается. Мы не видим моделирования движения цены. И скорость тестирования увеличивается. Просто происходит машина, компьютер начинает меньше ресурсов тратить на моделирование, на визуализацию. И тем самым увеличивается скорость нашего теста. Далее. Галочка оптимизацию предлагается выставить. Пока не выставляем, к этому вернемся позже. Переходим в свойства советника, свойства эксперта. Первое, что нам предлагается, это выбрать депозит, при котором мы будем тестировать нашего робота. И опять возвращаемся к теме, какой депозит выбрать. Выбрать рекомендует тот депозит, которым вы планируете в будущем начать торговать. Я выбираю 1000 долларов. Средний депозит. Выбираем доллары, валюта в которой. И предлагается выбрать позиции, которые будут открываться. То есть длинные позиции, короткие и совместные длинные и короткие. То есть покупки, продажи или и покупки и продажи. То есть у нас будут сейчас открываться и покупки и продажи. К следующему параметру вернемся позже, когда будем оптимизировать нашего робота. Переходим во вкладку входные параметры. Здесь у нас отображаются настройки нашего робота. То есть программист внес какие-то переменные, которые мы можем изменять. И тем самым изменять результаты нашего робота. То есть нашей торговли. То есть мы видим take profit, stop loss. То есть это интуитивно понятно, что изменив take profit с 10 пунктов на 11 пунктов, наш робот будет выставлять уже 11 пунктов take profit. То есть есть ряд настроек, которые в принципе интуитивно понятно можем понять. Кликнув два раза левой кнопкой мыши мы можем менять данные настройки. Оставим пока те настройки, которые нам предлагает автор. Нажимаем ok. К остальным параметрам вернемся позже, когда будем оптимизировать нашего робота. По большому счету мы настроили сейчас полностью наш тестер стратегий для того, чтобы протестировать нашего робота за промежуток с 1 марта 2016 года по 1 апреля 2016 года. Нажимаем старт. Происходит загрузка. Загрузка произошла. И мы видим, что происходит сейчас моделирование цены. Идут тики. Это 1 марта у нас. Передвигая ползунок, скорость у нас будет увеличиваться. То есть мы видим, что наш робот начал уже открывать сделки. То есть идет моделирование нашей цены на истории. И робот в связи со своим алгоритмом открывает сделки. Результат мы можем сейчас пропустить весь этот тест. Нажать кнопочку пропустить до. Шкала показывает сколько осталось нам до окончания нашего теста. Видим, что тест наш закончился. Мы можем полистать историю, посмотреть, как наш робот торговал. Видите, он совершал довольно-таки много сделок. И посмотреть результаты. То есть у нас в разделе «Результаты» есть у нас история всех сделок. То есть мы можем посмотреть, как робот вел торговлю. В разделе «График» мы можем посмотреть динамику торговли нашего робота. То есть видим, что были подъемы и спады. И итоговый отчет. То есть мы видим, по большому счету здесь очень много каких-то параметров по отчету. Нам нужно в большинстве нашем случае уделить внимание этой чистой прибылью. К сожалению, наш робот оказался не совсем прибыльный. Запас с марта по апрель. Убыток составил 63 доллара. Абсолютная просадка составила 190. То есть абсолютная просадка – это просадка от депозита. И видим количество сделок совершенных, самая большая прибыльная сделка, средняя прибыльная сделка. Ну, в общем-то, наши параметры, которые отображаются, они все интуитивно понятны. По поводу тестирования нашего робота. Вопросы у вас есть? Так, Сергей задает вопрос про Настрадамуса. Насколько я знаю от разработчика, то есть после анализа данного робота, он работает только на пяти знаки. Александр, по поводу вашего вопроса, тестируете он на реальном торговом счете или нет? Нет, вам нужно авторизоваться под демо счетом. Рекомендую демо ECN и под ним уже начинать тестировать робота. После тестов, после оптимизации уже переходите на реальный счет. Уже когда у вас робот полностью готов, боевой робот, можно его назвать, да, к реальному условию, начинайте уже зарабатывать на нем на реальном рынке. Так, Сергей, есть ли разница между тестом на реальном счете и демо? Сергей, имеете в виду в тестере стратегий или при реальных условиях? Что имеете в виду? Тестере стратегий, да, то есть первый вариант. Есть разница, вам нужно авторизоваться под демо счетом, чтобы он видел тип вашего счета. То есть счет же может отличаться спредом, во-первых, да, то есть так как ECN у него самый узкий спред, в отличие от других типов счетов, да, поэтому, точнее не спред, комиссия, комиссия. То есть здесь нужно понимать, что есть комиссия у типов счета ECN, поэтому рекомендую все-таки авторизоваться под демо счетом на ECN тип счета. Да, то есть разница все-таки есть. Еще вопросы по этому разделу есть на данный момент? Отлично. Отлично.